Всем привет! Бартоломео продолжает снимать видео про кастом NPC и сегодня мы наконец-то добрались до того момента, когда мы научимся писать квесты и делать диалоги к нашим мобам. Сейчас возьмем опять NPC-мотыгу, создадим рандомного персонажа. Назовем его как обычно на английском. Вот так вот исправили. Заходим во вкладку Global и видим тут кнопочка банки. Про банки я уже рассказывал во второй части, мы их пропускаем. Фракции. Заходим сюда. Тут мы можем создать новую фракцию, которая будет положительно или отрицательно относиться к нашему персонажу. То есть добавляем фракцию новую, появляется новая фракция. Называем как угодно ее. То есть это нигде не будет отображаться, это пометка только для администраторов. Назовем ее тест. Хорошо. Цвет. Цвет пишется в форме HTML, то есть цвета можно загуглить и посмотреть или самому подбирать. Написать какие-нибудь цифры должно сработать, сработало. Или же писать 00FF это значит самое максимальное число по цвету. Например вот так вот. Получится цвет у нас какой-то синий. Ну допустим такое ставим. Далее смотрим. Видим кнопки, которые обозначают будут ли NPC атаковать игроков или не будут. Будут ли атаковать плееров. И будут ли помогать друг другу. То есть если мы создадим два NPC, которые должны... Сейчас настроим. Могут быть атакованы игроками и например не помогают друг другу. То есть у нас получается два персонажа. Сейчас создадим второго. Персонаж 2. И выбираем ему во вкладочке Advanced эту фракцию. То есть тест на него поставили. И ставим тест на этого. То есть они теперь как обычно прикалываются. Воу-воу-воу. Упал NPC наш. Он будет атаковать только нас. Но второй NPC будет... Ну как бы... И он пофигистически относится к нам. Потому что настройка стоит, что только один будет атаковать нас. Вот так вот. Шаурма бегает на заднем плане. Пытается попасть в видео. Но я немножко взлетел, чтобы мне никто не мешал. Так. Смотрим дальше. Что еще у нас во фракциях есть. Так, так, так. А, ну можно еще настройку сделать, как они будут относиться к другим фракциям. То есть агрессивно, неагрессивно, атаковать, не атаковать. Дружеские фракции. То есть можно союзы заключать между различными фракциями. Стандартные идут три фракции. То есть агрессивные. Ну я рассказывал, это уже тоже нейтральные и дружелюбные. Зелененькие на стандартном стоит эта дружелюбная фракция. Переходим дальше. К вкладочке диалоги и квесты. Я думаю, сразу про них будем рассказывать. Первоначально, когда мы создали персонажа. Опять он новенький у нас. Надо было заготовить их. Наш. Отлично. Он никак не обращается к нам, ничего не говорит. Ну то есть интерактивное только идет. Привет Бартоломео, он будет писать. Но чат я, как обычно, скрыл. Заходим в персонажа. И во вкладочку диалоги. Тут, конечно, будет очень много диалогов. Так как мы на RPG сервере и много очень писали. Создадим новый диалог. Назовем его... Ну так как персонаж зовут персонаж, так и назовем его. Но это опять же не влияет роли. Можно называть как угодно. Персонаж. Получился у нас диалог, который персонаж называется. Заходим в этот диалог и начинаем уже подробно писать. Опять нажимаем добавить диалог. У нас появляется вот такое вот окошечко, в котором мы можем написать текст, название этого диалога и еще много остальных кнопок, про которые я буду рассказывать. Ну, допустим, сделаем тут привет. Как обычно, язык не могу переключить. Привет, Бартоломео. Отлично. И назовем это, ну, допустим, как обычно я называю, приветствие. Отлично. Вот, у нас появился в персонаже такой диалог, как приветствие. Но наш персонаж не будет никак откликаться и вообще реагировать. То есть нам нужно теперь во вкладочке Advanced зайти и прикрутить этот диалог к этому персонажу. То есть выбираем это и добавляем персонаж. Приветствие. Выбрать. Все. Теперь у нас персонаж будет с нами общаться. Когда мы нажимаем на него, он будет говорить привет, Бартоломео. Но у нас, получается, диалог не интерактивный. То есть мы не можем выбрать какой-либо вариант ответа или... Ну, также он не дает квесты, потому что мы это еще не написали. Заходим опять во вкладочку Global, Диалоги, Персонаж, Приветствие. И у нас есть такая кнопочка, как на доступные опции. Нажимаем сюда. Ага, это не то. Диалог опции заходим вот сюда вот. У нас тут, получается, шесть доступных кнопок, которые в данный момент у нас выключены. Но мы их можем менять. Он может исполнять ролевую опцию. То есть если у нас он торговец, мы можем написать... Покажи товары. И еще добавить сразу же тогда к нему роль трейдер. Не буду магазин настраивать, но он уже будет показывать кнопку. А точнее появится кнопочка, которая будет показывать товары. Вот такая вот кнопка. Но неудобно выходить. То есть мы зашли, но не хотим общаться. Чтобы не нажимать Escape, я хочу добавить сюда кнопку, например, покинуть разговор. Или диалог. Заходим опять в Global. Во вкладочку Диалогы. Персонаж. Приветствие. Доступные кнопки. И выбираем кнопочку. Ну, выбираем любую. Любое место. Можно хоть вторую, третью. Но я привык снизу ее делать. Ищем Quit Option. Пишем тут, например, прощай, до свидания, что угодно. Я пойду с миром. Цвет можно опять же менять на любой. То есть стандартом он идет, вроде бы серый это цвет, или голубой такой голубоватый. Не суть. Можно менять на любой другой. Далее смотрим, какая еще кнопочка бывает. Бывает командная. То есть можно какую-то команду прописывать сюда, и фразу, которую он будет говорить при исполнении. Но это не очень интересно. Диалог опция. То есть это нужно... Эта кнопочка позволяет нам перейти в другой диалог. Можем тут написать, например, Расскажи о себе. Но так как у нас нету диалога, мы его не можем выбрать. Следовательно, нам нужно написать еще один диалог. Заходим во вкладочку опять. Персонаж. И добавляем новый диалог. И тут пишем... Не знаю. О его жизни. Ну, бла-бла-бла, напишем. Отлично. И привязываем это к... Так как я не написал название, у нас названия нет. Пишем название. Опять же, жизнь. Что ж такое? Вот так вот. Но это нужно связать. Заходим в приветствие, во вкладочку кнопочки. И выбираем этот диалог. Персонаж. Жизнь. Смотрите, что у нас получилось. Мы можем зайти теперь в общение с персонажем. У нас появится кнопка Расскажи о себе. Нажимаем на эту фразу и видим, что у нас персонаж уже рассказывает что-нибудь. Или же мы можем пойти с миром, так как мы сделали кнопку, которая покидает этот диалог. Так, далее смотрим. Ой, там прибежали с бандитом с гор и убивают его. Так, так, так. Смотрим. Диалоги дальше. Что у нас еще там по кнопочкам осталось? Командная, выход, диалог. Все, по сути. В кнопках больше ничего интересного нет. Есть кнопочка выбрать квест. Но так как квеста нету. Ну, есть точнее квесты стандартные, которые я уже написал. Он... Ам, ам, ам. Нужно писать квест. Рассказываю, как это делается. Заходится опять. Заходим во вкладочку Global. Видим кнопку квеста. Заходим сюда. Тут по типу тех же самых диалогов получается. Нажимаем добавить новый раздел, как бы, квестов, что ли. Новый квест. Категорию квестов. Называем его, например, тест. Опять же, конечно. Тест. У нас появилась такая вот категория квестов тест. Заходим в нее и пишем новый квест. Добавляем квест. Квест лог. Это получается тот текст, который у нас будет отображаться в инвентаре. Ну, то есть, конкретно разъясняющий персонажу действие. Что мы должны делать. Не тот текст, который будет писать NPC, а который будет в инвентаре храниться. Пишем тут, например, принеси мне два хлеба. Ну, банальный квест такой сейчас сделаем. И если мы нажмем на эту кнопочку, то появляется по завершению квеста какая фраза будет выведена на экран. Спасибо, например. Отлично. Название квеста, это опять же пишут админы для себя. Хотя нет, они отображаются. Напишем хлеб. Отлично. Квесты бывают нескольких видов. Основной, ну, как бы стандартный идет первоначально, это квесты по вещам. То есть, принеси то, что ему нужно. То, что он закажет. Смотрим, какие настройки могут быть. Настройки могут быть трех видов. Три вещи максимум он может запрашивать, чтобы игрок принес ему. Жалко, конечно, что не больше, но этого тоже вполне хватает, чтобы писать элементарный квест. Далее у нас есть диалог квест. Это можно выбрать диалоги, о которых нужно поговорить с разными, например, NPC или с этим NPC, чтобы квест был завершен. Ну, то есть, можно написать квест, который будет требовать, например, собрать какие-то подписи от людей или же посетить нескольких людей. Вот так вот. Дальше смотрим, какой у нас бывает еще. Kill Quest. Ну, Kill Quest это понятно. Нужно выбрать, опять же, мобов, которых мы хотим, чтобы персонаж убил, и он получит за это какую-то награду. Количество мобов можно сколько угодно писать, и пишем название моба, которое нам нужно. Ну, или выбираем сбоку по названию. Также можно заказывать убийство конкретных NPC, то есть, создать какого-то рейд-босса и заказать, ну, у другого NPC сделать квест, чтобы они пошли его убивать. Далее смотрим, что за кнопочка эта у нас. Эта кнопочка у нас к наградам. То есть, мы пишем тут какое-либо количество опыта, которое мы выдаем персонажу. Например, 100. И награду, которую он получает. Ну, так как у меня ничего нет, мы получим стекло. Например, полстака стекла получим. Повторяющийся квест или неповторяющийся. Not repeatable, repeatable или дневной. Если дневной стоит, то получается день, опять же, игровой, который идет 20 минут. И complete by NPC, это выбор NPC, у которого нужно будет завершать квест. То есть, если мы взяли квест у одного персонажа, можно сделать так, что завершается он у другого. Там, отнеси то, отнеси это и тому подобное. Или же он может завершиться по выполнению. Например, как только у нас в инвентаре появятся те или иные предметы, которые требуются для квеста. Я забыл переключение. То квест будет завершен, и мы получим награду. Или же квест может... Может по убийству у кого-нибудь. То есть, мы кого-то убили, и мы получили сразу награду, опять же. Так, сохраним пока. У нас получается хлеб. Нужен хлеб. Берем. Хлеб. Мы возьмем стак хлеба, чтобы поудобнее было. Заходим во вкладочку квеста опять. Тест. Хлеб. И тем квест. И выбираем, какие вещи ему нужны. Ну, например, пусть будет одна буханка хлеба. Одна сколько? Два хлеба. Делаем два хлеба. Вот так вот. Не знаю, какая разница, так или так ложить. Вроде никакой разницы нет. Поставим так. Сохраняем это все. И идем после этого в вкладочку диалоги. Заходим в... Диалог персонаж. Например, пусть этот квест выдается после того, как мы поговорили о нем, о жизни. Или... Сейчас я покажу по-другому. Диалоги заходим. Так, делаем кнопочку диалог опции. И пишем тут. Могу ли я тебе чем-то по... Отлично. Но так как у нас нет этого диалога, нужно добавить. Там пишем бла-бла-бла-бла. Принеси мне два хлеба. Отлично. Ну, тут не буду ничего называть. Это муторно. Заходим в приветствие. Привязываем этот диалог сюда. И конкретно в этом диалоге, где он пишет какую-то просьбу, мы нажимаем на кнопочку выбрать квест. И привязываем сюда этот квест. Все, привязали. Отлично. После того, как мы... Сейчас гейммод переключем. Чтобы было видно точно, как это выглядит. Отлично. Заходим в разговор с ним. Он может показывать товары все так же. Или же он может... Появляется такая вот кнопочка. Могу ли я тебе чем-то помочь? Нажимаем на нее. Он говорит нам фразу, что мы должны принести ему два хлеба. У нас получается... Появляется квест. В чате прописывается, что мы взяли новую квест. Но так как это не видно... Сейчас у меня... Заходим в инвентарь. У нас есть в инвентаре такая вкладочка квесты. Заходим сюда. И у нас появляется вкладочка такая, которая называется тест. Это как раз наш квест. Нам нужно принести два хлеба. И у нас два хлеба есть. Но так как у нас квест стоит по завершению приобретения вещей. То есть как мы только получим эти две вещи, квест завершится. Мы их поднимаем. Пишется завершение квеста. Спасибо. Получаем награду. Но если поменять во вкладочке квесты завершение по нику нашего НПЦ персонажа. И заново берем квест у него. После того, как у нас появится хлеб и мы заговорим с ним, он завершит квест. Так достаточно элементарно и легко. На этом наша серия заканчивается. А в следующей серии я расскажу, как изменять рецепты для Майнкрафта с помощью кастом НПС. Или же редактировать информацию, которая связана с банками и прохождением квестов. Также я покажу новые блоки, которые добавлены были с этим модом. Оружие и монетки. Всем пока. С вами был Бартоломео. Ждите следующей серии.